Тему войны находит отражение во всех сферах изобразительного искусства. Она стала одной из ведущих и в творчестве Николая Маякова. Художник и война. Именно так можно охарактеризовать большую часть экспозиции. Николай Маяков был не просто художник, он был фронтовик. Его батальный жанр правдив и реалистичен. Полотна динамичны и во многом детально прописаны. Он родился в семье пекаря. Задатки к рисованию проявлялись с детства. После седьмого класса работал в школе художником-оформителем. Позже получил художественное образование. Затем была война. Одна встреча стала для него судьбоносной. Во время обхода командующий увидел его спящим на посту. Прознав о художественных способностях молодого связиста, вместо штрафбата дал задание за одну ночь нарисовать портрет с маленькой фотографией. Это был герой Советского Союза Иван Конев. И он, когда увидел этот портрет, он сказал, «Выживи, солдат, запомни все, что здесь увидишь. Ведь люди забудут. А ты напиши свои картины, пусть помнят будущее поколение, пусть не забывают». И он через всю жизнь пронес этот вот, ну как девиз его, «Ради памяти павших во имя живых». Многие его произведения по накалу патриотических чувств, художественному мастерству и эмоциональности считаются непревзойденными. «Эта выставка, она очень интересна будет для подрастающего поколения. Если школьники придут и увидят эти картины, они воочию увидят, как это было. То, что художник это видел, пережил, все видел, прочувствовал своими глазами». На выставке 150 произведений, помимо батальных работ, на экспозиции представлены портреты, профессионально выполненные пейзажи, графические рисунки. Живописью занимался до последнего, пока кисть не выпала из рук. «Это мечта, потому что он хотел для людей, чтобы его картины жили с людьми. Многие как-то писали отзывы, они пишут, как живые, они живые картины, они живут». Николай Маяков стал открытием для тамбовчан. Его работы – как застывшая кинохроника, по которой можно проследить этапы войны. Это не просто жизнь людей, это его жизнь, которую он захотел поделиться, оставив после себя большое художественное наследие. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова, Область новостей.